Приветствую, братья и сестры! Мы сегодня опять обратимся к книге Деяний, 18 главу будем читать. Пока мы не начали читать, я немножко такой взгляд сверху на книгу Деяний, чтобы мы понимали, в каком месте, о чем это будет. 16 глава, 17-18 главы книги Деяний – это путешествия апостола Павла, второе миссионерское путешествие. И в них показан путь. Он начинается в Азии, потом он в Европе продолжается. И вот Лука очень подробно записывает истории, что же было в Филиппах, потом Фессалоника, потом Верия, потом Афины. И вот 18 глава – это мы доберемся до города Каринф. И потом еще немножко будет написано об Эфесе. Вот это вот все путешествие Павла, то, что называется вторым миссионерским путешествием. Вот эти города, ну понятно же, что Павел по дороге и в какие-то другие города заходил, но Лука вот об этих записал подробно. Если мы посмотрим на Новый Завет, то понятно почему. Потому что в Филиппе есть послание филиппийцам, в Фессалоника, в Фессалоникийцам послание, два даже. В Каринф написано, в Эфес написано. Ну, в Афине не написано, но зато очень подробная проповедь есть. Почему так? Потому что во всем этом есть важные примеры. Это не просто такой, знаете, протокол событий, а в этом заключена важная практика. Книга Деяний, вот если бы мы видели оригинал греческий, она начинается со слова «праксис». То есть это практика, то есть это то, как церковь должна жить. И как же вот эта практика в жизнь церкви вошла. Еще вот мы вспомним, кто написал эту книгу. Книгу написал Лука. То есть человек образованный. И человек, который очень близко к центру Евангелия. Потому что центр Евангелия – это Иисус Христос и его апостолы. А потом уже люди-очевидцы, которые были. Так вот, Лука не во всем был очевидец. Но то, что вот мы читаем, начиная с 16 главы, он уже очевидец. Важно еще понимать, кому он написал. Он написал реальному человеку. Феофил его звали. И этот человек, вот он уже далеко от центра. То есть он не очевидец. Он и не видел своими глазами евангельские события. И не слышал лично апостолов. Но Евангелие к нему пришло. И вот в этом смысле мы такие же люди, как Феофил. То есть мы вот в точно таких же условиях находимся. То есть он жил где-то своей жизнью. И потом Евангелие пришло в его жизнь. Он прочитал об этих событиях. И вот мы точно такие же. И третье, нужно еще понимать стиль. Вот как Лука свою книгу написал. То есть его стиль – это живые истории. И в этих живых историях примеры для нас. И эти истории, они не только живые, они очень современные. Вот в чем отличие Нового Завета от Ветхого Завета, а книги Деяния особенно, в том, что все истории, все, что там написано, люди, их действия, какие-то поступки, их можно тут же перенести в нашу жизнь. То есть не нужно никакого толкования. Не нужно каких-то аллегорий. Не нужно каких-то сложных таких схем, как это перенести. Вот, к примеру, вспомните жизнь Самсона. Там вот ослиная челюсть. Вот вы можете в своей жизни увидеть эту ослиную челюсть. Это сложно. Или взять Гедеона, и там то мокрая шерсть, то сухая. То есть это сложный процесс оттолкования. Но если мы читаем Луку, и мы видим там добрый пример, мы видим поступок человека, то мы сразу можем сказать, вот это добрый пример, так нужно делать. А если злой пример, так не нужно делать. То есть это очень актуальная и очень современная книга. Вот именно с такими мыслями, понимая, о чем это написано, кем написано, для кого написано и для чего написано, мы как раз и будем читать 18 главу. И мы сейчас откроем книгу Деяний, и с первого стиха мы будем читать. И когда мы будем читать, потом рассуждать после этого, мы увидим здесь три примера важных для себя. Мы увидим, что за люди принимают Евангелие. То есть мы увидим в этом силу Евангелия. Следующий пример мы увидим из жизни апостола Павла. То есть кто же приносит Евангелие, через кого оно приходит. И третий пример мы увидим в словах нашего Господа Иисуса Христа. 18 глава, с первого стиха читаем. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и при Скилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям одолиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иуст, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Каринфян, слушая, уверовали и крестились. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божьему. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахайе напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я бы имел причину выслушать вас. Но когда идет спор об учениях и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все елены, схватив со сфена начальной к синагоге, били его предсудилищем, и Галеон немало не беспокоился об этом. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету». То есть вот это практически все, что написано о Коринфе. И первый пример, который мы можем взять и в своей жизни применять, это люди, которые слышали Евангелие. они слышали и как-то реагировали на Евангелие. Вот их реакция – это такой стержень книги Деяний, потому что во всех историях, то есть во всех городах, Павел всегда вот именно этот один вопрос открывает. Кто слышит Евангелие и как они на это реагируют. Если посмотреть предыдущие города, вот о чем мы читали, то он там выделяет людей. В Фессалонике он выделяет людей, которые со злобой отвергали Евангелие. В Верии он выделяет тех, кто наоборот искренне приняли Евангелие, у которых было такое рвение разобраться в этом деле. А в Афинах он выделяет людей, которые не поняли Евангелие, которые свои какие-то мысли посчитали важнее, и они отмахнулись от Евангелия. А вот в Коринфе все эти три группы, они все показаны. И мы начнем вот с той группы, которая не понимает Евангелие. И человек, который, ну представитель этой группы, вот он по имени Галеон представлен. Вот его позиция. То есть когда иудеи привели Павла, вот что он сказал. То есть он им сказал, что это 15 стих, разбирайтесь сами, а я не хочу в этом участвовать. Это его позиция. Хотя перед этим была, ну суть вопроса изложена, что дело какое будет рассматриваться? Дело, что вот некий человек, Павел, учит чтить Бога. Не по закону, он учит чтить Бога. То есть дело важное. Но Галеон вот свою позицию озвучил. Я не хочу этим заниматься. И для того, чтобы понять его позицию, надо немножко понять, что это за человек. Этот человек, написано, что он был проконсул. То есть проконсул это глава вот этой провинции Ахаи. То есть он представлял там власть, римскую власть. Так вот, его проконсульство продлилось всего один год. Это исторический факт. Вот эти все вещи, они записаны. Потому что консулы, это люди такой величины, о которых много чего сохранилось. Он был проконсулом с апреля 51-го года по апрель 52-го года. И этот факт, это такой, знаете, ориентир во времени. Вот у Луки есть такие ориентиры. Когда он начинает Евангелие свое и о переписи говорит. И дата этой переписи точно известна. И вот когда он, допустим, про вот этого проконсула говорит, это тоже точная дата. Она известна, когда он был проконсулом. И мы поэтому знаем, когда Павел был в Коринфе и когда его судили. Так вот, этот Галеон, он не только был проконсулом, он вообще был средворцем. И вот эта должность в Коринфе, она для него была просто ступенькой в его карьере. Он человек очень известный. Он брат философа Синеки. Философ Синека – это такое очень тоже известное римское имя. Он много чего написал, большое такое, много книг оставил после себя. И он был, вот этот Синека, воспитателем Нерона. Имя Нерона, я думаю, всем нам о чем-то говорит. Вот Синека был воспитателем Нерона. А Галеон – это родной брат Синеки. То есть этот человек, которому привели Павла, это человек, который имеет прямую связь с императорской семьей. То есть он вхож туда. То есть если мой родной брат воспитывает наследника императора, то это очень высокое положение. И вот к этому человеку приходят какие-то евреи, какие-то непонятные для него люди с какими-то своими вопросами. И естественно, ему это неинтересно. Он говорит, я не хочу в этом участвовать. То есть как вы чтите своего Бога, что вы там делаете, мне это абсолютно неинтересно. И он выгоняет. То есть это его выбор. Вместо того, чтобы как-то задуматься и, может быть, вникнуть в вопрос и понять, о чем речь, что такое чтить Бога, какого Бога. Он просто их выгоняет. Что дальше было с этим Галеоном? То есть он свой выбор совершил. А дальше была такая история. То есть через два года, то есть в 54-м году, Нерон становится императором. В это время был еще Клавдий. В начале главы тут написано, что Клавдий повелел иудеям удалиться из Рима. А вот через два года уже Нерон стал императором. И Синека, брат Галеона, стал, можно сказать, первым человеком в Риме. Потому что Нерон стал императором в 16 лет, то есть подростком. А вся власть была в руках Синеки. И богатства были. То есть был такой период, когда этот Синека был богаче, чем император. То есть его личное состояние было больше, чем у императора. Но прошло время, и Нерон смог в свои руки взять власть. И когда он это сделал, то он отобрал все, что было у Синеки, все, что было у Галеона, и обоим им приказал покончить жить самоубийством. То есть это был такой приказ императора. И им пришлось это сделать. И когда вот Феофил, то есть когда уже была книга деяния написана, это уже был факт. И когда Лука приводит имя Галеона, и люди потом читали про это, они видели, что у Галеона был когда-то шанс. Был шанс услышать Евангелие, был шанс принять его, но у него были свои цели. Вот он пошел за этими целями, и эти цели его привели к очень печальному концу. Вот это первый такой пример человека, который отмахнулся от Евангелия, не пожелал его услышать. И вот как он закончил. Второй пример, второй тип людей, которые слышали Евангелие, это сами иудеи. И тоже записана их реакция. Шестой стих написано, что они противились и злословили. И в 12 стихе написано, что они напали на Павла. То есть показана злость, показано упрямство и показана подлость. Вот такое нападение. Потому что мы понимаем, что Павел точно никак не нападал на них, а они напали на него. И если так вот посмотреть мир языческий, вот Римская империя, вот эти города все, то среди всего этого языческого мира у иудеев только один вид как бы своих людей был. Это христиане. То есть что-то родственное. И у христиан тоже только иудеи. Это было близкое. Это тоже была часть народа Божьего. А все остальные были язычники. То есть все остальное было враждебно и тем и другим. И реакция иудеев была такая. То есть злость, упрямство и подлость. Христиане так не относились, а иудеи так относились. То есть повторялось то же самое, что произошло лично с Иисусом. В Евангелии от Иоанна 1.11 написано «Пришел к своим, и свои его не приняли». То есть как Иисуса иудеи не приняли, так и христиан иудеи тоже не принимали. И еще один факт. Матфея 27.18 написано. «Ибо знал, это Пилат знал, язычник, что предали его из зависти». То есть люди, вот внешние люди, они вот эту странную реакцию иудеи замечали. То есть на каком-то периоде истории для тех же римлян, что иудеи, что христиане, это было одинаково. Они их не различали. И когда происходило вот это вот гонение иудейское против христиан, римляне думали, что это среди иудеев какие-то такие непонятные процессы, шум какой-то происходит. Потому Клавдий повелел иудеям удалиться из Рима. То, что написано в начале 18 главы. И они не понимали, почему это происходит. Но они видели, что это некрасиво, что это проявление какой-то злобы. И когда появилась возможность как-то свое мнение высказать людям, отреагировать на вот эти иудейские штучки, что они сделали? Они просто побили со сфена. 17 стих. «Все ели, но схватив со сфена, начальник синагоги, били его предсудилищем». И Галеон немало не беспокоился об этом. То есть это второй тип людей, которые слышали Евангелие, которым много попыток со стороны Павла было донести и объяснить Евангелие. Ну вот они противились и злословили. Вот это их реакция. Третий тип людей, который показан в этой истории, это самый благословенный тип. Это те, которые приняли Евангелие. Несколько имен. 7 стих. Написано, что Павел пошел к некоторому чтущему Бога именем и уст, которого дом был после синагоги. И 8 стих. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Вот в этом месте два имени Лука записал. То есть два имени. И эти два имени, они важны, потому что они не просто так записаны. Потому что и в то время, и во все времена, и в наше время есть такой злой миф, что христианство – это религия маргиналов. Что это такая вера, которой верят люди бедные, забитые, убогие, темные, малограмотные, и можно продолжать. Это такой злой миф. То есть он и тогда был. И для того, чтобы этот миф развеять, имен-то на самом деле было много. Лукаш мог много людей записать, которые уверовали. Но вот он пишет вот этих два имени. О чем этих два имени говорят читателям? Феофилу, первому читателю, и потом другим читателям книги Зияния. О чем они нам говорят? А вот они о чем говорят. А они говорят о том, что вот эти люди, которые уверовали, Иуст – это домовладелец, то есть это владелец дома, а Крисп – это начальник синагоги. То есть это два человека, которые абсолютно точно это не маргиналы, это не темные люди, не забитые, не малограмотные, и начальник синагоги – это очень образованный человек. То есть это люди, которые какое-то серьезное положение занимали в этом городе. И вот эти люди услышали Евангелие, и они принимают его. В первом послании Коринфянам, первая глава, 26 стих, вот такие слова записаны. Апостол Павел обращается к Коринфянам и говорит, «Посмотрите, братья, кто вы призванные, не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных, вот не много, но вот один из вас домовладелец, а один из вас начальник синагоги». То есть эти люди, которым было что терять в этом мире, они были крепко привязаны к нему, потому что быть владельцем дома в Коринфе – это статус, быть начальником синагоги – это статус, это карьера, это положение этого человека. Но эти люди, они эти связи свои не побоялись потерять ради Евангелия. И они принимают Евангелие. И Лука записывает в этих времена. Это вот такие добрые примеры. Добрые примеры людей, которые приняли Евангелие. Второй пример, который мы возьмем из 18 главы. Мы возьмем его из жизни самого апостола Павла. Вот что про него написано. В третьем стихе написано. «По одинаковости ремесла остался у них, это два человека, Акила и Прискила, и работал, ибо римослом их было делание палаток». А вот по субботам он говорил в синагоге, убеждал иудеев и еленов. И потом, когда пришли из Македонии с Филой Тимофей, то Павел уже свидетельствовал иудеям, что Иисус есть Христос. Вот это о Павле такая информация. Вот самый первый факт. Он работал своими руками и сделал вот эту простую работу. Шил палатки. Что это значило для нас? Но сначала мы поймем, что же это значило в первом веке. В первом веке, когда мы читаем книгу «Деяние», это практика, которая возникала, то есть устанавливалась. То есть церковь понимала, какой же она должна быть, как она должна жить, какие отношения между людьми в церкви, какие отношения между верующими людьми и этим миром должны быть. Но потом эта практика уже установилась. Я вот хочу прочитать из книги. Книга называется «Дидахэ». Это буквально наставление, и это уже практика жизни. То есть то, что люди научились, и то, что люди делали. И вот что в ней написано. В 11 главе 4 стих. Она тоже как Библия разбита на стихи. Вот что там написано. «Всякий апостол, приходящий к вам, пусть будет принят как Господь». То есть это первая церковь, первый век, и была такая практика, что пришел к вам апостол, допустим, это Павел, вы его должны встретить как Господа. то есть очень хорошо, очень хорошо, но он не должен оставаться более одного дня. Если же будет нужда, то и другой день, то есть на второй день может остаться. Но если он пробудет три дня и дальше, то он же лжепророк. То есть это такая практика, что даже апостол не должен был злоупотреблять, не должен быть тунеядцем. И дальше написано. «Уходя же», это 6 стих, «Уходя же апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба до места ночлега, но если он будет требовать серебра, он лжепророк». То есть это практика первой церкви. И она, в то время, когда Павел был в Коринфе, эта книга еще не была написана. Но то, как она написана, она вот уже отражает сложившаяся жизнь. То есть это реальная жизнь. И, конечно, она и по поступкам, по духу, которым двигал Павел, вот такая практика и сложилась. То есть люди, они понимали, что не должно быть никаких препятствий на пути Евангелия. Даже малейших каких-то сомнений, чтобы кто-то, знаете, в чем-то заподозрил. Вот пришел благовестник, и кто-то его в чем-то заподозрил. Не должно быть никаких препятствий, не должно быть никаких сомнений. Все должно быть чисто. И поэтому, вот смотрите, Павел приходит в Коринф, он потом их учил, что не заграждай рта у вола молотящего. Но сам он поступал вот так вот. То есть никаким образом он, чтобы не было никаких даже попыток в чем-то его обвинить, или чтобы кто-то усомнился в его намерении, в чистоте его намерений. Он идет и работает сам. У фарисеев было не так. В среде иудеев было не так. Лука в своем Евангелии вот такие слова записал. Это 20 глава 45 стиха. Слова Иисуса Христа. «Когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников». А Матфея, когда эту цитату приводит, добавляет еще и фарисеев, «Которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах, предвозлежания на пиршествах, которые поедают в домы вдов и лицемерно долгомолятся». То есть вот они любили. То есть они это что-то, что значит «любили»? То есть много раз практиковали. То есть пиршенство им нравилось. Поедать из дома вдов, то есть как-то материальную выгоду с них иметь, им тоже нравилось. А Павел даже ни разу не позволяет себе такого. То есть он приходит в Каринф, и что он делает? Он идет работать. То есть он понимает, что он здесь будет больше одного дня, он будет с этими людьми, они будут слышать от него Евангелие, поэтому не должно быть никаких препятствий. Он находит работу, идет и шьет палатки. Еще один факт из жизни апостола Павла, из его служения в Каринфе. Чтобы понять, почему же он именно очень нуждался в ободрении Иисуса Христа, мы еще посмотрим в первое послание Коринфянам. Вот там такой факт записан. Первое Коринфянам, вторая глава, первых три стиха я прочитаю. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельства Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил был у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Когда мы вот эти слова читаем, нужно понимать, что это не эмоции. То есть Павел не об эмоциях каких-то там говорит. Когда он такие слова использует, можно, допустим, посмотреть послание Фессалоникийцам, он тоже описывает состояние. Когда он пришел из Филипп побитый палками, вот он примерно так же описывает. То же самое и здесь. Немощь. Что такое немощь? Асфения, слово такое греческое. То есть это бессилие, слабость, это физическая немощь. Страх. То есть страх – это страх подавленное состояние. И как самое высшее проявление этого страха – это страх смерти. То есть когда человек на грани смерти. Вот Фобос. Ужас такой смертельный. Великий трепет. Слово «трома». Или вот в нашем современном языке «тремор». То есть дрожь. Такое вот лихорадочное состояние. И вот если понимать, какая местность Каринф, что это за местность, и вот увидеть вот эти вот симптомы, то любой врач скажет, что это такое. Это болезнь. И эта болезнь называлась малярия. Люди там очень сильно болели. Местные жители, они имели иммунитет. Но пришлые, которые приходили в Каринф, они болели малярией. Потому что Каринф – это низменное место. Это перешеек. Перешеек – это самое такое низкое место, которое между двумя заливами. И там могли… Там сейчас прорыт канал, а раньше грузы эти волоком через этот перешеек. Там много комаров, и там вот эта малярия. И Павел пришел и заболел. И поэтому он и говорит, что я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И знаете, что… Ну, как это выглядело со стороны? Вот если взять фарисейский менталитет, то это выглядело так. Что же ты за пророк такой? Что ты болеешь, и что ты работаешь для своего пропитания? Такого не бывает. Ты не можешь быть пророком. Понимаете, вот так это выглядело в глазах людей, в глазах фарисеев. И они, конечно, упрекали Павла этим. Павлу было все равно, что о нем говорят люди. Он прямо им отвечает, что мне все равно, что обо мне думают люди. Но, может быть, это было препятствием для Евангелия? Потому что Павел не хотел, чтобы было хоть какое-то препятствие. И у него были сомнения. Может ли быть он в таком состоянии, в болезни нам, да, быть источником Евангелия? Иисус ему отвечает, что может. Ты не умолкай, не бойся, не умолкай, говори. Поэтому, знаете, какой пример мы для себя можем вот из истории с Павлом взять? Что не важно, кто мы, на какой мы работе работаем, может быть, на самой простой работе. Не важно наше здоровье, сильно мы здоровые, или больные, или, может, даже лежачий больной. Не важно наше материальное положение, бедный ты или богатый. Не важно, может быть, кто-то считает себя слишком молодым, а кто-то думает, что я уже слишком старый для того, чтобы быть евангелистом. Это не важно. Это не важно, это не имеет никакого значения. Только грех может препятствовать Евангелию. А наше состояние, это не препятствие для Евангелия. И поэтому, как и Павлу Иисус говорил, точно так же он каждому из нас говорит. Не бойся, не умолкай, говори. То есть Евангелие имеет силу само по себе. Не от того, какие мы, а от того, что в нем в самом заключено. Вот это второй пример, который мы берем из этой истории в Коринфе. Третий пример, который мы из 17 главы возьмем, это даже не пример, это такая важная истина, которую нужно помнить. Это мы еще раз к словам нашего Господа обратимся. 9-10 стих. Вот что он говорит Павлу. Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Иисус говорит, у меня много людей в этом городе. То есть ты для них пришел в этот город. То есть ты для них что-то должен сделать, послужить этим людям. У меня много людей в этом городе. Не бойся. Какие это люди? Мы уже несколько имен вспоминали. Это вот Иуст, домовладелец, Крисп, начальник синагоги. Если мы посмотрим тоже первое послание Коринфянам, первая глава 14 стих, Павел пишет, «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия». То есть Гаий. Первое Коринфянам 1.16 «Крестил и также Стефана в дом». То есть вот еще целая семья. Коринфянам 1.1 Павел, волею Божьей, призванный апостол, Иисуса Христа, Исосфен брат. Помните? Тот Сосфен, которого били возле суда. Прошло время, и он принял Евангелие. То есть он уже назван братом. Римлянам 1.16.23 «Приветствует вас Гаий, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель». То есть Евангелие даже этого человека достигло, который, ну это какой-то служащий у Галеона, городской казнохранитель. И он принял Евангелие. Брат Квирт. То есть вот много живых имен перечислено. И, конечно же, еще больше людей было, имена которых не записаны, но они тоже были. И вот Иисус говорит, «Это мои люди. У меня много людей в этом городе». Он говорит Павлу. Когда он это говорит, эти люди еще не уверовали. Это потом происходило. А Иисус уже сейчас говорит, «Они мои. У меня много людей в этом городе». Как же вот это спасение, как же вот эта воля Божья совершается? Можно вот это Божье дело спасения на несколько таких частей разбить. Сначала есть Божье решение от вечности. То есть Бог своих людей. Вот Иисус говорит, «Мои люди. У меня много людей». То есть Бог от вечности их предузнал, предопределил ко спасению. Вот это решение произошло. Потом была история народа иудейского. И через них откроение Божье было дано на землю. Слово Божье записано. То есть это все через иудеев произошло. То есть им это было вверено. Потом было воплощение Иисуса Христа. И Он совершил дело искупления на Голгофе. То есть Он за грехи вот этих людей, которые Он называет «Мои люди». У меня много людей в этом городе. Он за грехи этих людей умер. Он искупил эти грехи. И воскресли их оправдания. Потом Дух Святой снизошел на эту землю. И Дух Святой свидетельствует Евангелие Иисуса Христа. То есть каждый спасенный человек, слыша Евангелие своими ушами, из уст благовестника, получает внутреннее свидетельство от Духа Святого, что да, это истина. То есть все, что говорится в Евангелии, это правда. И это имеет отношение к тебе. Это тебе. Это за твои грехи умер Иисус Христос. Это ради тебя Он принял страдания. Человек Духом Святым принимает это Евангелие. Он принимает спасительную веру. Но после этого жизнь продолжается. И эта жизнь продолжающаяся, она называется освящением. То есть Господь и дальше заботится об этих людях. Дальше звучит проповедь. Дальше они слышат Слово Божье. И жизнь продолжается уже вот с этим действием Божьим. Для этого и был послан Павел. Когда мы читаем, что дальше происходило, 11 стих, то написано, он оставался там год и шесть месяцев, пуча их Слово Божьим. То есть такой долгий труд проповедника. Такая длительная пастырская забота. То есть вот для чего Иисус сказал Павлу, «Не умолкай, говори, не бойся, я с тобою. Никто не сделает тебе зла». Почему? Потому что у меня много людей в этом городе. Ты будешь заботиться о них. Вот для чего ты здесь. Когда читатели читали об этом, Феофил читал, то естественно, такой вопрос возникал. Да, Павел насадил эту церковь. Павел принес Евангелие в этот город. Павел заботился об этих людях год и шесть месяцев. Это долго. Это длительный период. Но что же дальше? Он же потом ушел оттуда. Что же дальше с этими людьми было? Так вот Лука на этот вопрос отвечает. Он не оставляет его без ответа. Он делает такую вставку, чтобы мы даже мысли не было, чтобы не задумались, что на какой-то момент Иисус оставил этих людей без заботы. Поэтому в 18 главе Деяния 24 стиха вставочка такая есть. Вот что там записано. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила, то есть это сотрудники апостола Павла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, Ахая – это Каринф, это столица этой провинции Ахая, то есть в Каринф вознамерился идти, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародом доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. То есть вот что произошло. То есть забота Иисуса об этих людях, она не прекратилась. У Павла уже было другое поручение. Он пошел в другое место. Но Иисус позаботился, что эти люди, эта церковь, эта община молодая, она не осталась без попечения. То есть Иисус другого человека снарядил. То есть в жизни этого человека был период, когда он где-то учился. Потом его поправили, его наставили, он более яснее начал понимать путь Божий. И потом этот человек получил желание и пришел в Коринф, и много послужил. Апостол Павел тоже в первом послании к Коринфянам в третьей главе вот он так такой итог подводит. Я насадил, это шестой стих третьей главы, я насадил, то есть апостол Павел насадил эту церковь, а полос поливал, но возрастил Бог. То есть вот что произошло. Вот такая забота Иисуса Христа. Мы уже подведем итог. Что мы увидели в 18 главе? Мы увидели, что Евангелие имеет силу спасать разных людей. то есть и простых людей, и богатых людей, и неизвестных людей, и известных людей. То есть Евангелие не ограничено ничем. То есть Божья воля, она может в каждом человеке исполниться. Мы видели вот и Криспа, и Иуспа, и Уста. Иисус достиг этих людей и спас. Поэтому и в нашей жизни, глядя на любого человека, который встречается к нам, мы не должны думать, что он как-то ограничен от Евангелия. Нет. Евангелие может достигнуть его. Это первое, что мы увидели. Второе, мы увидели, что само Евангелие может действовать через любого человека. И через слабого, и через немощного, и через бедного, и через работающего на простой работе. Оно не становится от этого хуже. Оно имеет полную силу. Поэтому каждый из нас не должен смущаться своего какого-то состояния. Вы можете в этом состоянии дать Евангелию ход. Вы можете сказать. Вот это второй урок. А третий урок, что Иисус не оставляет своих людей. Каждая живая евангельская церковь, она всегда имеет заботу и попечение Иисуса Христа. В каждой живой евангельской церкви звучит живая проповедь. Идет изучение слова. Потому что сам Иисус об этом заботится. Он находит людей, Он готовит людей, и потом их поставляет для этого служение. Вот мы в Каринфе видели, был Павел, а потом пришел Аполлос. Это все делает наш Господь. Слава Ему за это. Аминь. Давайте вставим, помолимся. Господи. Господи, благодарим Тебя за эти добрые примеры из книги Деяний. Благодарим за апостола Павла, что он ходил, Господи, и в его жизни мы можем черпать для себя и вдохновение, Господи, и водительство, и руководство. Господи, знаем, что это не только тогда было, это и в нашей жизни происходит, и в нашей церкви происходит. И за это тоже благодарим. Слава Тебе за все. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.